Почти два года назад Россия аннексировала Крым. Полтора года продолжает быть оккупированной часть Донбасса. Однако за это время механизмы, созданные украинскими властями и силовиками, оказались неспособными полноценно противостоять этой гибридной войне. Украинские эксперты и общественники намерены задействовать свой опыт в борьбе с агрессором. В частности, разработать и задействовать инструменты, которые позволят противостоять агрессии России, в том числе на мировой арене. Об этом заявили в Киеве создатели Бюро противодействия гибридной войне. В первую очередь механизмы противодействия будут направлены на информационную сферу, благодаря которой России удалось оккупировать украинские территории. По мнению создателя Бюро, территория охвата вещания российских пропагандистов, кроме Украины, распространяется на страны Балтии, Польшу и страны Западной Европы. В рамках деятельности Бюро противодействия гибридной войне ее эксперты намерены издавать аналитические записки о тенденциях, происходящих на информационном фронте России. Также в ближайшее время в ведущих вузах Украины эксперты Бюро начнут читать краткий курс гибридной войны для украинских журналистов, политологов. Гибридная война так или иначе входит в жизнь каждого из нас с одной простой причиной – это война за сенсы, война за миски, война за сведомость. Наше завдание – это интеллектуальная борьба, борьба с теми проявами гибридной войны, с которыми стыкаются достаточно много украинцев, я бы сказал миллионы украинцев, и делают это регулярно. Кроме того, эксперты Бюро противодействия гибридной войне намерены издавать информационные материалы для граждан Украины, которые должны помочь им различать информацию от технологий, а значит быть защищенными от манипуляций. Это крайне необходимо в условиях активного распространения российской пропаганды, уверен политолог. Бюро противодействия гибридной войне – это неприбыльная организация, которая приглашает к сотрудничеству всех, кто разделяет ее идеи и готовы внести в нее свой вклад. Работы предстоит много, говорят создатели, поскольку сроков завершения российской гибридной войны против Украины не может сегодня прогнозировать никто.